На наш взгляд все-таки динамика протестного движения, она такая, волнообразная. То волна нахлынет, то схлынет. И нет одного тренда на снижение, либо на повышение. Но есть опросы, которые мы проводили на трех крупных митингах. Первый был в декабре, второй был 4 февраля и вот третий опрос 12 июня. В этот раз мы опросили 531 человека. Итак, пять главных фактов даже не только об этом митинге, но и о протестном движении в целом. Потому что все-таки три было опроса и мы имеем возможность сравнивать результаты 12 июня с предшествующими. Первый факт. Существенно изменился социально-демографический состав и социально-профессиональный состав участников протестного движения. Средний возраст снизился, стало больше молодежи. Люди в возрасте до 34 лет составляют две трети от общего числа участников митинга. Средних возрастов стало меньше, совсем мало стало пенсионеров. Сузился и социально-профессиональный состав. Я бы сказал так, он упростился. Более половины протестующих 12 июня составляли представители трех групп. Это так называемый креативный класс. Это офисные работники, офисные служащие и это учащиеся молодежь. Напротив, число рабочих, инженерно-технических работников, пенсионеров, госслужащих, муниципальных служащих резко сократилось по сравнению даже с февралем, не говоря уже про декабрь. Что объединяет участников протестных акций? Почему одни приходят туда, а другие нет? Мы выделили три настроенческих фактора. Первое – это ярко выраженная потребность самореализации. Мы предложили людей определиться, что для вас важнее. Некое развитие, новизна, самореализация или же спокойствие, упорядоченность, стабильность и так далее. Практически 78% выбрали первый вектор. То есть это люди, которые хотят чего-то другого, чего-то иного и связывают свое будущее, полноту своей жизни именно с этими изменениями. Вторая общая черта – это высокая степень недовольства ситуации в стране. Порядка двух третей сказали, что она их не устраивает. Это резко контрастирует со средними оценками по стране в целом. Ну и третье – это неустроенность, недовольство своей собственной жизнью. Для нас это тоже было довольно странно, но вот порядка 49%, то есть каждый второй, сказали, что ситуация и в собственной жизни их не устраивает. По стране в целом прямо противоположная тенденция. Даже те, кто выражает недовольство обстановкой в России в целом, когда мы их спрашиваем о их собственной личной ситуации, они, как правило, говорят, что у нас все хорошо, в стране что-то не так, а у нас все нормально. Здесь мы видим, что ситуация другая. Да, и еще один момент, что социально-экономические мотивы протестов практически не просматриваются. Это не для них и не про них. Теперь, что касается, наверное, главного вопроса. Есть ли приток новых сил в протестное движение или есть отток? Ну, вот что я могу сказать. 84% опрошенных на митинге 12 июня сообщили, что они принимали участие в подобных протестных акциях и раньше. То есть около 16% только сказали, что они пришли на эту акцию впервые. На мой взгляд, это очень мало. И на мой взгляд, это говорит о том, что притока новых сил практически нет. Тех, кто пришел, они, ну, я бы их назвал скорее случайными попутчиками, совершенно нет никакой гарантии, что они придут вновь. Таким образом, этот приток крайне ограничен. Мы выделили в составе участников движения несколько групп, ну, вот за исключением этих случайных разовых попутчиков, о которых я уже говорил. Есть, так сказать, полупостоянные участники, то есть те, кто ходят не обязательно на каждую акцию, но вот как минимум в нескольких крупных акциях приняли участие. Вот таких около трети. А основной состав, мы их назвали ядро, 54%, они принимали участие во всех крупных акциях в Москве, которые имели место в течение последних полгода. То есть это одни и те же люди. Эффективность протестного движения. Ну, вы знаете, что если заниматься каким-то делом без результата, то на определенном этапе встает выбор, стоит ли долбиться в стену дальше головой или нет. Вот. И тут уже момент истины. Происходит раскол на, так сказать, пламенных революционеров, которые готовы долбить и дальше. Вот. И более рациональных, трезвых, взвешенных, прагматичных людей, которые, так сказать, видя, что результатов нет, уходят. Вот. Вот. В нашем случае такой момент истины, судя по опросам, уже произошел. То есть те, кто считает протестное движение неэффективным, уже перестали принимать участие в акции. А те, кто остался, вот они, наоборот, считают его очень результативным. Вот. Ну, насколько это соответствует действительности, большой вопрос. Зачастую люди выдают желаемое за действительное, просто чтобы как-то обосновать, а почему же ты ходишь на эти акции из раза в раз, если никакого эффекта нет. Вот. Но, тем не менее, 64% считают, что это протестное движение, их довольно эффективно. Когда спрашиваешь, почему, какие аргументы, у них два основных аргумента. Первое. Власть обращает на нас внимание. Вот. Вот. Второе. Это то, что протестные акции продолжаются, движения не умирают, к нам приходят новые участники. Вот это два аргумента. Тем не менее, было зафиксировано широкое недовольство, вот именно 12 июня, разнообразными аспектами организации и проведения этого мероприятия. Причем недовольство существенно выросло. Если, скажем, на митинге 4 февраля около 43% опрошенных высказывали хоть какие-то претензии, то сейчас таковых было уже две трети. То есть, вроде бы все рады, все ходят и пообещают дальше ходить, но вот что-то им уже не нравится. Ну и последний факт, о котором вот хотелось бы сейчас сказать, это лидеры. Лидеры. Лидеры протестного движения, вы знаете, что их там много, все они очень разные, друг друга не очень любят, но как-то вынуждены общаться, пытаются договариваться. Вот по сравнению с тем, что было в феврале, произошли существенные изменения в рейтинге популярности этих лидеров. Но с чем это связано, можно, так сказать, дискутировать. Можно сказать, что кто-то из них, так сказать, действительно занял какую-то правильную позицию, которую поддержали. Но можно говорить о другом. Изменился сам состав участников митингов, и многие сторонники, так сказать, некоторых лидеров, которые ходили на митинги, скажем, в феврале, просто перестали ходить. И остались сторонники других лидеров, более радикальных, более последовательных. Как же они изменились? Упала популярность Явлинского, упала популярность Прохорова, выросла популярность Удальцова и Яшина. Ну а самый главный факт, это то, что Навальный стал бесспорным лидером протестного движения. Его результат за 4 месяца с февраля по июнь улучшился в 3 раза. Ну еще раз скажу, на мой взгляд, это не только результат эффективной политики самого Навального, но это и результат сокращения общего числа участников движения. По поводу субъекта протеста. Называют креативные классы, хипстеры и так далее, какие-то слова не очень понятные и так далее. Есть очень простые определения, понятные всем. Протест — это российская интеллигенция. Приведу некоторые цифры. В среднем по стране имеют высшее образование 28%, среди митингующих — 70%. Имеют ученую степень. В среднем по России — 0,4%. Среди митингующих — 5,8%. Люди умственного труда — около 50% среди митингующих. Студентов — 17% среди митингующих по стране — 9%. И так далее. Это совершенно отчетливо показывает нам, что эта группа, которая всегда в России традиционно называлась интеллигенцией, которая традиционно противостояла власти. И, по сути дела, все значимые революционные изменения или попытки революции происходили именно благодаря этому субъекту — российской интеллигенции. Здесь она действительно довольно молодая. Ее средний возраст ниже среднего по России, несколько выше 30 лет. И подавляющее большинство этих людей, которые приходят на митинги, ездили за границу в страны Запада и сравнивали ситуацию российскую с западной ситуацией. Многие из них хотели эмигрировать и по каким-то причинам не эмигрировали. Поэтому вот это состояние такой национальной депрессии, что все у нас не так и все плохо именно из-за этого сравнения, оно у них формировалось давно и теперь вылилось. Почему вылилось? Мне кажется, очень важным анализировать еще медийное пространство, в которое формируются вот эти сообщества протестные. Их можно назвать облачные сообщества, или я их еще называю сообщества ежи, потому что их твердое ядро находится в социальных сетях. 65% среди тех людей, которые участвуют в протестах, узнают о любых протестных акциях, о какой-то информации в интернете. Больше всего их именно в Фейсбуке, около 40%. Далее следует ВКонтакт 20%, Твиттер 18% и ЖЖ теряет позиции 5,5 всего-навсего. 25% оппозиционеров свободно плавают по всему интернету и находят эту информацию везде. Эти люди давно уже говорят о своих протестных намерениях в интернете. Давно. И как только появилась возможность выйти в реал, они это сделали, они посмотрели, и они увидели, что это достаточно безопасно. Как только они чувствуют опасность, они сворачиваются опять до размера ядра в социальной сети и уходят с улицы, но не перестают существовать. Поэтому здесь особое отношение к лидерству. Об этом я еще скажу. Это совершенно новая реальность, с которой власти не очень понятно, может быть, как взаимодействовать. Потому что управляют этим сообществом аккаунты в социальных сетях, которые взаимозаменяемы. Можно арестовать какого-то человека, но ввести его аккаунт может другой и так далее. Возможно, что сама оппозиция еще не очень использует вот эти свои новые возможности, но эти возможности есть, и надо понимать, как это все будет осуществляться. Мы сделали такую пирамиду протеста. На вершине маленькая группа революционеров, которые готовы к самым решительным действиям, которые готовы на аресты, на жесткие меры противостояния. И они заявляют, что главная их цель борьбы – это лично Путин. Они борются против Путина. Вот эти революционеры, их всего 3%. Следующая группа больше – 25%, которые выступают против всей политической системы и недовольны, что мало демократии и так далее. Но самая большая группа, третья, это 40%, не ставят глобальных революционных планов. Они протестуют конкретно против отсутствия правового государства в виде наличия мигалок, отсутствия честного суда, отсутствия равноправия, отсутствия наличия двойных стандартов в нашей судебной и правоохранительной системе, против телефонного права и так далее. То есть из всей протестующей массы большее количество людей протестует против именно вот этого обстоятельства, отсутствия равноправия в России. Это ключевой сейчас момент, который мы зафиксировали.